Вот я сейчас на работе нахожусь, или на подработке, как я ее называю. Стою вот в таком живописном месте. Приятное летнее утро, сегодня 1 августа. Жду заказа. Пока жду заказа, учу школьную программу. Я сейчас в процессе получения CDL. Учу Outside Inspection, записываю видосы, могу чем-то заняться, просто наслаждаться погодой, видами. К чему я это? В Дордаш, в работе Дордаша, недаром само приложение указывает тебе активное время работы. Потому что важно учитывать не только заработок, но и расходы. То есть, когда ты получаешь заказ, у тебя там высветилась определенная цифра, то ты должен доехать до кафе и потом от кафе доехать до клиента. И чаще всего еще надо учитывать возврат на какую-то точку. Потому что ты можешь заехать в какие-то дебри и оттуда потом выбираться, не пойми сколько. То есть, все параметры, доесть до кафе, вот получил заказ, доехал до кафе, взял заказ и поехал к клиенту. Вот это активное время Дордаша. Когда ты еще туда добавляешь возврат, и тебе выгодно получается. То есть, ты смотришь, что, например, заказ стоит 20 долларов, а ты потратил 2 мили. То это шикарно. Даже с возвратом в точку, если ты даже потом потратишь еще 2 мили на то, чтобы вернуться, то это шикарно. А если у тебя, например, 5 долларов, 5 миль, и ты потом еще обратно едешь, то по большому счету такие заказы можно и не брать. К чему я это все рассказываю? Мне написали, что активное время, вот это вот не нужно его учитывать. Что вот там человек пишет, я в офисе сижу, я сделал работу за полчаса, потом пью кофе, смотрю YouTube и балду пинаю. Ну, это несравнимо, потому что, ну, если ты сидишь в офисе на зарплате, 8 часов у тебя рабочий день, а ты свою работу делаешь за 2 часа, остальное время пинаешь балду, то, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны ты плохой работник. И когда-нибудь это все как-то, ну, это все скажется на твоей будущности. А здесь активное время именно в том плане, что ты, да, ты выехал на работу, например, вот я сейчас выехал, у меня с 9 утра до, почти до 2 часов дня у меня вот есть свободное время. Я в это время мог бы просто сидеть дома, просто заниматься, например, учить свой экзамен в CDL, а я не сижу дома, я сижу вот в красивом месте, учу в CDL, но в то же время я на работе. Вот вчера я так провел день и заработал день, это я не говорю день, это с 9 утра я отвез жену на работу, заехал в Сиэтл, и она заканчивает в 2 часа дня, до 1.30 я ставлю себе работу на Дурдаше, в 1.30 она у меня закрывает смену, и я как раз, у меня есть время доехать, запрать жену, и потом я еду в автошколу. То вчера вот я заработал 90 долларов, например, бывает хуже, бывает по-разному, в июле вообще было очень тяжко, 10-20 долларов мог заработать за это время. В понедельник было 40, по-моему, я уже не помню, 70, ну все, что больше полтинника за вот это время, то я считаю, что это уже, как говорится, удача. А вчера было так, что у меня был заказ в даунтаун, 20 с чем-то долларов за 5 миль, и клиент конкретно написал, что если доставите мне на этаж, то будут еще чаевые плюс. И там, да, заморочиться, надо было в подземную парковку заехать, взять талончик на 30 бесплатных минут парковки, подняться на лифте, найти секьюрити, секьюрити тебе открыл пропуск к лифтам на этажи, на этаж на 12-й поднялся, нашел офис, постучал, открыли дверь, передал заказ, подтвердил. И мне еще столько же она чаевых добавила, то есть мне более 40 долларов, одна поездка, 5 миль. Даже с возвратом обратно, если, например, не брать больше никаких заказов, а просто вернуться в точку свою, то это 10 миль, ну 40 долларов 10 миль это хорошая ставка. Остальное время я учусь, я сижу или учусь, или просто наслаждаюсь погодой, могу выехать, вот я периодически выезжаю непосредственно на пляж, на побережье, там сижу, кайфую. Поэтому в этой работе важно понимать активные часы, когда ты запустил двигатель, происходит износ машины, топливо ты тратишь. И вот поэтому Дурдаши указывает, важно, ты начал в 8 утра, закончил в 2 часа дня, у тебя вот эти часы 9, 10, 11, 12, 13, 14, ты 6 часов потратил на работу. А из них у тебя активных было 2 часа, то есть ты ездил, у тебя машина была включена, ты сидел, рулил, ты бегал в кафе к клиенту, вот это активное время. И вот когда у тебя за это активное время какая-то сумма, ты смотришь, что ты по сути за 2 активных часа, у тебя получилось в час там 40 долларов, 30 долларов, там 50 долларов, по-разному. То это неплохо, это ты не украл ни у кого, это ты не то, что там балду пинал, делал вид, что ты работаешь в офисе, на сука лупался и смотрел YouTube. А ты просто вот это активное время. А пассивное время, у меня были дни, когда я просто сидел дома, сижу за компьютером, монтирую себе видео там, например, и у меня включен Дурдаш. Прилетает заказ, я надеваю кроссовки, выхожу, сажусь в автомобиль. Было так, что у меня сижу в своих апартментах, ну у себя дома, прилетает заказ, у меня недалеко, ну пешком можно дойти Макдональдс. Я сажусь, приезжаю в Макдональдс, беру пакетик и еду в свои же апартменты, к соседу, отдаю ему заказ опять, сажусь и дальше работаю за компьютером. Вот почему я говорю, что это существенно активное время и просто потраченное время. Потому что просто потраченное время ты что-то еще делаешь. Ты не сидишь в офисе и делаешь вид, что ты работаешь. Ты сидишь там в парке, возле кафе какого-то, ну как ты сам себе организуешь свое время. Надеюсь, объяснил понятно и доходчиво. Солнце двигается, переехал в тенечек. Теперь в тенечке стоим. Ну, опять же, все надо, как говорится, в фокусе держать. Конечно, когда много свободного времени на творчество и на учебу, то, соответственно, заработаешь меньше. Но бывает хороший баланс, когда пару заказиков коротких сделал, хорошо заплатили тебе за них, и время свободное было, и деньги. Вот так оно у нас и получается. Продолжение следует... следующее что тоже некоторые по сути по комментариям не поняли подработка это не значит что я отпахал 10 часов на фабрике после этого вышел с проходной сел машину и поди еще шарашу там пять часов на дурдаше нет я просто считаю то что не занимает у тебя под полный рабочий день 8 10 часов 8-10 часов это подработка и я сколько я уже в сша с ноября 23 года уже это практически восемь месяцев или сколько уже прошло никогда практически не работал полный ну 10 часов бывало пару раз считанные раза 10 часов а так я подрабатываю что у меня есть какие-то другие дела другие в общем все время что-то время что-то появилось свободное время я включаюсь я работаю и вот это преимущество дурдаша все жирные большие заработки которые там вы можете встретить видео ой об этой работе дурдаш там или убер это все годичная двугодичная давность сейчас это все конечно существенно существенно ухудшилось из-за большого наплыва приездных как я думаю плюс там какие-то еще экономические моменты вот июле бабах пара отпусков просто тишина в эфире тишина в эфире час вот вчера что-то поперло более-менее стало опять как раньше раньше я мог заработать за утро вот так вот там 100 долларов спокойно прилетала до 12 дня спокойно 100 долларов прилетала сейчас уже в чар 90 90 заработала это учитывая один заказ что я в таунтаун повез 40 значит без него было бы 60 это я считал бы было бы шикарно поэтому эта подработка не значит что я после шахты иду еще такс таксовать так что не нужно излишне драматизировать эти процессы еще у меня периодически спрашивают где работаю и нигде не работаю я поэтому говорю что в америке очень спокойная жизнь я с ноября месяца по сегодня у нас 1 августа нигде не работал то есть я вот дурдашил я и называю эту подработку плюс когда были перебои с дурдашом мне мой знакомый подкидывал другую подработку я был у меня например одна работа почти месяц я занимался уборкой одного объекта то есть фирма строительная построила офисный центр этаж и там офисные кабинеты и вот на разные стадии завершения строительства надо было сделать определенную уборку когда еще такая по строительству не закончена черновой мусор это самая пыльная самая такая ну она не тяжелая в том плане что там все довольно просто делается но она вот это в грязи в пыли таким промышленным пылесосом ты пылесосишь этот бетон убираешь крупный мусор всякие там обгрызки объедки всякие там доски ну все что там отпилена отрезана это все сметаешь в контейнеры грузишь контейнеры там другой человек погрузчиком выгружает в большой контейнер такая работа потом уже чуть-чуть они уже убрали ковролин постелили например ковролин надо было попылесосить потом например там такие стеклянные перегородки и окна окна помыть и это довольно на целый день за заходишь туда у меня есть опыт я в швеции работал в клининговой фирме поэтому это не так для меня было сложно хорошо она оплачивается 30 долларов в час и вот я этот этот объект убрал как говорится уже когда они уже туда заезжали этом последний кита марафет навел такая была подработка потом была подработка я мыл окна в пожарной этой в пожарной части здание двухэтажное ну первый этаж вообще без проблем благодаря моему росту я без всяких девайсов окна доставал до верха помыла а второй этаж это такие специальные телескопические есть ручки и опять же у меня есть опыт я мыл окна в швеции поэтому так вот тоже по 30 долларов в час получалось это где-то 11 часов у меня заняло здание помыть была подработка тоже там еще убирал всякие лаборатории уборкой я подрабатывал это неплохая работа на постоянку она для меня просто безумно скучная она меня ну я в швеции у меня у меня короче алгоритм в сша такой же как в швеции получился я приехал в швецию я начал работать еды доставки еды потом я перешел в уборки тоже тоже окна потом флют стендинг флют стендинг по-шведски это уборка при переезде когда люди оставляют жилье надо убрать и констракшн клининг это бюк стендинг по-шведски бюк стендинг как раз констракшн клининг это строительная уборка это когда устроиться как например там квартиры там или офис или еще и там периодически надо делать какие-то разные на разных стадиях строительства разные виды уборок и вот и в швеции я тоже это делал и потом она мне так задолбала что я там начал искать варианты и мину и потом перешел мне предложили я стал больше водителем нежели уборщиком ну а потом я встал конкретно водителем и в сша я приехал первое начал доставлять еду потом я поработал в уборках и сейчас я возвращаюсь в дальнобой в общем ну вариантов других нету все неплохо все неплохо и и доставка еды имеет свои плюсы еще один мне товарищ написал в комментариях высокоинтеллектуальный комментарий что дескать у меня вон седая борода я мальчиком на побегушках доставкой еды занимаюсь ну это написал что лучше быть мальчиком на побегушках чем девочкой по вызову вот тоже такая какая-то глупость настолько легкая настолько не обременяющая работа вот я сейчас вот я сейчас мальчик на побегушках стою жду заказа что я бы ей занимался если бы дордаш был в масштабах как говорится в режиме годичной двухгодичной давности когда можно было 300 долларов в день заработать то я бы вообще бы не напрягался вообще бы никаких бы там траки сидел и нафиг это надо все выехал покатался особенно когда ты уже город знаешь знаешь все кафе уже даже знаешь работников этих кафе господи взял кулечек с едой принес под дверь фотографию сделал поехал дальше что тут мальчик на побегушка какие у людей какие-то поломанные поломанные судьбы и мозги в чем унижение унижая унижение это не знаю ну милости не упросить это в каких случаях а как ты можешь заработать никого не напрягая и сам не напрягая ничего в этом плохого нету вот кораблики плывут кораблики плывут уборки я вот встречал ребят которые на постоянной основе работают в уборках работа легкая но в том она легкая в том плане что ты научишься алгоритм выучить что надо делать и и и и лупашишь оплачивается неплохо лучше чем доставка еды по большому счету если хороший у тебя хорошая сноровка все это его а главное часы набрать то есть чтобы тебе давали объекты есть люди которые например берут объект какой-то там семья муж женой и они так себе его как говорится пожизненно убирают есть определенные страшилки там любят там в россии ну и в общем-то в странах бывшего ссср хейтить хейтить западную жизнь вот едете там в европу там или в америку жопы мыть там и унитазы от говна очищать ну что я вам скажу во первых жопы мыть это должна быть квалификация серьезная и это очень хорошие деньги и в европе и в сша работать этим киргивером всяким этом ассистентом каким-то это неплохие деньги и неплохо и надо быть неплохое образование ну так убирать унитазы но я мыл унитазы ничего там ничего там такого нету есть химия есть способы ты же это не голыми руками делаешь то и да и унитазы например здесь в сша я вчера вот первый раз зашел в туалет в гастрономии в сейфуэе такой и аж советский союз вспомнил такой штин такое все ну такое там что не убирали наверное с момента открытия магазина а так в основном тут конечно очень чисто и в офисах и в квартирах шведы любят засрать все но швеция уже давно забытая песня так что скажу не западло убирать мыть унитазы и мыть жопы и в европе и в сша за это неплохо платят лирическое отступление вот так вот я тут живу если бы у меня не стоял вопрос там вот там пенсию заработать там жилье себе купить ну вот то есть стартануть и как бы и развиться а стоял вопрос просто жить вот мне у меня там есть например в наследство мне дом достался да и у меня гражданство есть то вот вот как я нервных можно не работать в америке и ты не будешь нуждаться ни в чем вышел подработал заработал там 150 долларов там 200 долларов там это неплохо кстати за день зарабатывать 30 это уже хорошо то ты можешь жить спокойно спокойно вообще просто там себе заниматься творчеством не знаю гулять путешествовать но путешествовать там нужны конечно расходы но можно по-разному путешествовать вот почему я говорю что в америке спокойная жизнь вот мне тут все время спокойно нет такой тревожности нету такого какого-то нервозности такого какого-то такого прессинга стресса такого я упал я его пока не ощутил сейчас начну дальнобоить может там начнется веселая жизнь посмотрим я обо всем буду рассказывать но пасаран враг не пройдет до встречи